Маша сегодня химик. Привет, Маша. Всем привет и заверят. Рассказывай, что тут у тебя такое? Я тут затеяла перо помыть гусиное. Думаю, надо снять об этом видео, потому что когда-то, наверное, года 4 назад, я пыталась найти информацию, как подготовить перо для того, чтобы сделать подушки из гусиного пера. Но, кроме как просто постирать порошком и высушить, информации не было. Хотя где-то в голове у меня было знание, что не просто так это нужно делать. Все-таки я изучила этот вопрос и хочу сегодня с вами поделиться. Гуси у нас когда-то были, мы их держали, но в какой-то момент мы отказались от них. Но перо осталось. У меня сегодня такая смена деятельности, заняться нечем. Это на одну подушку примерно? Нет, это будет где-то подушки 3, наверное. Думаешь? 4, наверное, даже. Подушка, кстати, да, офигенно. У нас уже есть 2 подушки, мы сделали, бабушка нам их перебрала все зимой, это пиро уже было готово. Мы сделали, до этого у нас тоже были пухоперевые подушки, причем такие отнюдь не дешевые. И когда мы сделали свои, я бабушке предложила перебрать те подушки, мы вскрыли, но там даже перебирать было нечего, мы просто их укинули в мусорку. То есть я о том, что то, что вы сделаете своими руками из пера своих гусей, вы нигде такого не купите. Так, что нам для этого понадобится? Нашатырный спирт, мыло, хозяйственная терочка, порошок стиральный и у меня фейри. Ну, что-то, что будет обезжиривать, ну, то есть какое-то средство для мытья посуды. Ну, и перо, и какая-то большая емкость, лучше всего это делать на улице, потому что пары от нашатырного спирта будут ужасающие. Так, ну, давайте приступим, пока у меня не остыла вода. Я надеюсь, мне хватит этой воды. Так, без подготовки, прям все как есть сейчас будет. Отходим. Вечеринка! Я так боюсь, мне воды не хватит этой. Да нет, не хватит. Это перо уже лежит. Это года два. Что, испортилось, что ли? Выкини это, да и все. Нет, я просто думаю... Нет, я выкидывать это не буду. Это в любом случае потом будет перебираться. Я просто сейчас вспомнила, что у нас тут мыши бывало гнезда, где их хокалили. Мне сейчас просто так страшно стало. Мало ли, потому что она лежала в том месте, где мыши могли быть. Вроде нет. Оно все такое... Мы их вот просто, когда щипали гусей, все это в мешок, это все стекло, оно как бы высохло. Но оно грязное, оно имеет запах, оно имеет... Вкус? Вкус, наверное, да. Хочешь попробовать? Ну, естественно, много-много грязи. Тут это надо вообще дофига. Да, мне надо будет еще тогда таких тревьберочка. Так, если это... Надо сейчас считать. Нет, оно не испортилось. Просто слежалось. С него все вот так вот распотрошим. Я надеюсь, это вымоется. Да нет, оно нормально. Просто грязное. Гусей нет, а бизнес остался. Да нет, это не бизнес, это... Ну, вот это вот все перо, сколько у нас было гусей. Я даже не помню, когда последние разгуси-то были. Года три назад, но... Ой-ка, Сережа, неси еще мне. Ну, давай, выливай сначала это, я еще принесу. Если... Значит, на полтора литра нужно 100 миллилитров нашатырного спирта. То есть, если литр нашатырного спирта, то на 15 литров воды как раз таких вот три ведерочка. Да, правильно я посчитаю? Я ничего не знаю, я процессы в этих дневниках. Ну, да. Выливаем воду. Вот, надо, чтобы вода была, ну, достаточно теплая, а не холодная. Сейчас еще пока воду надо. Ну, да, я сейчас еще принесу таких два ведерочка. Ну, сейчас я принесу. То есть, литр нашатырного спирта будет. Так, выливаем нашатырку. Тут, наверное, нужно быть в респираторе. Ну, мы на улице. Мы на улице. Ну, что, сильно пахнет? Ну, пахнет, да. Ну, нашатырный спирт нужен для того, чтобы убить всяких... О! Всяческую живность. Пахнуло? Угу. Я чуть не чувствую. Будут совсем, что ли? Я не чувствую, реально. А, вот сейчас было. Было. Чуть-чуть. Теперь это нужно все... Пробовать. Фу, какой запах. Ой, вообще, таз. Такое ощущение, что зашли в конюшню птичник, который не чистился пять лет. А, да, да. Так, ну, не так вот. Чтобы это все... Воды-то маловато находится. Да. Еще я за воду пошел. Вот Сережа принес еще ведерко воды. Так-то, по идее, нужно было еще на шатырке, но я у нас больше нет. Вот только литр. Вот воду уже видно, то есть все вот это вот нужно так смочить. Какая цепалка не очень-то, удачет. Пушка. Видите, я уже перемешала все это. Все, тут уже, более-менее, все сырое. Вода, не дышайся. Ну, помнишь, это нужно для того, чтобы убить все живое здесь. И вокруг. И, похоже, у меня. Ну, и, чтобы убить запах птицы специфический. Потому что те, кто держали птицу, особенно ее щипал, все равно знают, что запах этот присутствует у пера. Все. Обязательно накрываем крышкой. И оставляем на 30 минут. А тем временем, потрем мыло. Брусок мыла уйдет меня здесь, на терочке, в хозяйственную. Прошло 30 минут. Фу. Запах не изменился. Запах, понятно, не изменился. Сейчас нам нужен кипяток. В нашем случае два ведра. Мы будем смешивать мыло и порошок. Но для этого нам нужно откинуть это перо вот на такое у нас, в нашем случае, такое сито. И потом будем все заливать. Неси кипяток. Так как вода у нас не очень горячая, все это терпимо, будьте готовы, что вода будет слегка грязная. Как бы вот. Все вот так вот это нам просто нужно, чтобы оно было не очень сырое. Все это будем сейчас так вот скидывать. У каши такая. Да, я предварительно сейчас еще все это руками помяла. Неужели из такой каши можно подушки сделать, да? Так смотришь, думаешь. Максимально отжали, что как могли. Вот такая вот вода. Грязновато. Ну, да, слегка. Теперь нам нужно будет высыпать сюда мыло. Порошок. И залить крутым кипятком. Помешивая это все несколько раз, пока вода остывает. Самое главное не допустить полного остывания, иначе мыло будет комковаться, его потом будет очень сложно вымыть из пера, потому что оно в любом случае полностью не растворится. Ну, давай добавим и покажем, как это будет. Уделили воду. Пока мешают. Ай! Хотела у нас было отрижаться. Аккуратно. Кипяток. Это перемешиваем. Ну, то есть своеобразная стирка такая у нас будет. Несколько раз будем подходить сюда и так вот делать. Я жду момента, пока не будет терпеть рука эту воду. Потом руками еще раз все стираю. И уже потом будем выполаскивать. Повторюсь, что не оставляйте до полного остывания воды. Сейчас идет процесс стирки. Вот немножко, чтобы не было грязи. Стирка, глажка, сушка. Всего 50 рублей в час. Стояло это все с кипятком, наверное, часов 5. И нифига не остывало. Даже сейчас еще руки очень больно. Жара сегодня такая, ничего не остывая. Несколько раз я-то мешала. Типа стирала. Руками стирала. Ну, как тесто, так манюшит все. Сейчас финиш? Нет, сейчас это нужно все отжать. Следующий этап будет еще два ведра воды. Теплой, достаточно теплой. И ферри, чтобы это все обезжирить. А потом уже хорошо-хорошо полоскать. Выливаем воду, ферри. И хорошенечко еще все вымешиваем. Выставляем на полчасика. Все это сливаем. И хорошо выполаскиваем, пока не будет вода прозрачная. Наверное, мы уже встретимся на этапе тогда, когда я все прополощу. Потому что полоскать я пойду на ручей. Выливаю воду и понесли в тазики. Я думаю, мы в этом понесем. Эль, в тазики полоскать будет? Да. Покажи, что получилось. Вот такая вот. Сидушка-подушка? Сидушка-подушка. Ну ладно, мы идем. На ручей. Сидушка-подушка. Сидушка-подушка. Вот такая вот. Сидушка-подушка. Моя. Сидушка-подушка. Ну ладно, я вам посмотрим. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот мы прополоскали, я не знаю, на раза 4 нам пришлось так тщательно это все полоскать, мы полоскали на ручье Вот вода практически прозрачная, но конечно если будет объем гораздо меньше, например даже раза в 2-3, то можно добиться идеально чистой воды В вашем случае не совсем Такие в ручье немножко мутная вода Практически Полоска будет на сетку Очень важный момент, когда вы отжимаете ее, вернее полосите между полосканиями пером можно отжимать на сетке А в последний раз, когда вы прополоскали, отжимать не нужно Прямо вот так вот, в чем-то, в наволочке, в марле это будет Ты кому рассказываешь? Там, в соседнем? Да Отжимать не нужно, потому что когда будет сохнуть перо и пух, это все так и скомкуется, поэтому он плохо будет распушиться, очень плохо Так это у нас будет лежать, ну при хорошей погоде, я думаю, дня 3-4, можно где-нибудь в бане сушить, когда уже это все стечет Будьте готовы к тому, что вот это вот все увеличится в объеме, это будет гораздо больше Сегодня это так лежит, завтра я это, наверное, или зашлю на скорую руку, или когда уже стечет, или завяжу, чтобы это все потом не раздуло ветром и не улетело никуда До утра, да, то есть сегодня можно спокойно уже ходить, все это будет стекать Сейчас повторю, что не нужно отжимать Все это само стечет Ну и все, собственно говоря, перо готово, перо будет чисто, его потом только нужно будет перебрать Все вот эти вот пеньки, все длинные перья, их нужно убрать Остается только пух, мелкие перышки На перник должен быть из качественной ткани, которая не будет пропускать различные перышки Ну все, там уже дело за вами При выборе наперника и качественной работе при сортировке пера Все, всем спасибо за внимание, удачи, пока-пока ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр!